Господи, наконец-то мы сегодня поедим! Боже мой, сорок восемь дней этого поста! Даже не верится, что мы весь пост выдержали. Ой, кажется, голова кружится. Эй, вот молодёжь слабенькая пошла. Я вот пост с ноября держу. А почему с ноября? Ну, как отопление включили, так и держу. Бабка, а где б твоя проблема? А ты чё, алкаш, возле церкви делаешь? Её миленькую светить пришёл. Водку светить грех. А это не водка. Это незамерзайчка. Ну, может, незамерзайку и можно, кто их знает. А значит, кошачий корм не грех светить. А у меня барсик крещённый. И мурка крещённая, и Кася крещённая, и Буська крещённая. Что, уже даже животных крестят? Таких, как ты, нет. Ой, батюшка, батюшка идёт всё. Ой, батюшка, ой, сейчас осветит, ой, сейчас осветит. Желаю всем здравствовать. Здравствуйте, батюшка. Всех с великим праздником. Готовы? Да, конечно. Тогда начнём. О-о-о-о. А ну, стоять! Стоять всем, Толя. Ага. Толя, давай быстрей, батюшка, уже светить начал, давай. Бегу, бегу, Галюнчик. Сколько я раз просила тебе говорить, не называй меня Галюнчик. Галюнчик – это туалет на корабле. А я у тебя Галюсик. Понял, Галюсик. Ага. Так, всё в порядке. Эй, эй, а что это вы впереди? Я занимала. Когда? Это я с пяти утра тут. А я с того года тут. Ага. Женщина, я не понимаю, почему вы в церковь пришли с непокрытой головой? Кость, точно. Толя, это из-за тебя. А что это из-за меня? А то это ты вон без платка. Я посмотрела на твою дурную башку и забыла платок. Так а что теперь делать-то? Что делать? Снимать штаны-то бегать. А, понял. Да подожди ты! Малахольный. Это шутка была. А. Я вон у женщины одолжу. Женщина, что вы делаете? Господь говорил делиться с ближним. Да ладно ты, я освещу и верну. Ой, кстати, у вас что тут? Вкусные пасочки. Женщина, что вы себе позволяете? Ой, что я себе позволяю? Такое в церкви вообще нельзя произносить. Кстати, невкусные. Нет? Наши, магазинные, вкуснее. О! Бабуля, а у вас там что? Угощайся, доченька. Алё, алё, алё. Что-то вкус какой-то странный. С морковкой и беконом. Барсика любимые. О, Толя, запоминай, что надо в следующий раз к пиву брать. Слышь, незамерзайку будешь пробовать? Вот ты хамло, незамерзайку. Чтоб сразу туда отправиться. Угу. Женщина, я думаю, с таким поведением вам в раю места не найдётся. Ой, женщина, да мне в час пик в маршрутке место сидячее находится. Там уж я как-нибудь разрулю. Я великодушно прошу меня простить. Могу я начинать? Да подожди ты начинать. Ты вообще кто такой? Отец Ануфрий. А я мать Галина, и шо? Мы ещё продукты не разложили. Толя, раскладывай продукты, людей задерживаешь. Давай. Ага. То уже есть хочется. А вы что, тоже пост держали? А шо, по мне не видно? Не, я не держал, ага. А Толя держал за двоих. Не удержал. Чуть слюной не захлебнулся. Когда смотрел, как я хомячу возле холодильника. Толя, ты шо делаешь? Шо? Ну куда ты это на пол складываешь? Коронавирус кругом, ну шо ты? Господи ты, дай сюда, а. Женщина, женщина, у вас руки чистые, подержите, пожалуйста. Аааа. Толя? Боже, как пахнет. Ой. Женя, держись. Толя, я тебе сказала, с балкона взять одеяло. Так взял я. Какое ты взял? Вот. Я тебе сказала, новое взять, а не старое. Толя! Ой, ну ладно. Ладно, давай, вытрусим. Ага. Женщина, что вы делаете? Что же, продукты? Эх! А вы что, схватили наши продукты, а? Давай, и в такой-то праздник. Да, Толя, маловатое одеяло мы взяли, конечно. Ага, батюшка, а давайте вот вы сначала вот нас всех освятите, а потом к ним вернётесь наоборот. Стоять! Всё по очереди, а то нам опять воды не достанется. Да, Толя? Ага. Ну-ка, что у вас там водичка, тёплая? Да что вы делаете? Странно, я думал, рука сейчас зашипит. Толя! А? Ты нафига вот эти вот огурцы взял? Ты что, не видишь банка вздутая? Вот ты балбес. Воистину балбес, Аля. Вы бы не богохульничали перед батюшкой, а ты не матюкайся. Я-то стерплю. А вот... А что там? О! Дождь начинается. Толя! Батюшка говорит, дождь начинается. Давай, выкладывай быстрее, давай. А я думаю, что у меня колени крутят-то, а? А я что-то не поняла. Толя, а где яйца? На месте, Алёсик. Вот ты антихриста. Это в такой-то праздник, Толя, Пасха. Так они крашеные. Ты у меня сейчас дошутишься. Есть, есть яйца, шо ты. Смотри, если б забыл, я б твои в лоток положила. Господи, я не понимаю, для чего вот такие вот люди ходят в церковь? Ой, женщина, если честно, раньше ради когора ходила. А потом они бодяжить его начали. Так что такое, чисто за компанию хожу. Толя! А? Холодец куда ты поставил? А? Посередине холодец ставь. Я что-то не понял, они Пасхе пришли, святители, юбилей праздновать. Толя, сигареты ты куда? С краю положи, Толя. Ага. А я, а гороховая каша где? Да ну, гороховая. Пюре гороховое. Трехлитровка вот такая стояла. Да перестань ты со своим гороховым пюре. Ты, это мое любимое пюре. Да весь дом знает, что оно твое любимое пюре. А, тьфу ты, ну ты, а. Я же им позавтракал, точно. Я так понимаю, что сегодня все прихожане узнают, что вам нравится гороховое пюре. Ну, на этом все. А, да. Из первой сумки все. Толя, давай вторую. Ты вторая. Ты что ты так долго, Толя? Ты что, Толя, рагу крышкой не закрыла? Ну что ты? Ты закрывал, Женя. Ты не закрывал, ты. Я вон врюхалась. Господи, ты. Жень, ну что вы творите-то? А что я, ширными руками что ли буду стоять, а? А вдруг я вас обнять захочу? Не надо меня обнимать. Я так поняла, я сейчас тут и умру в этой очереди, пока ждем. Заодно меня и отпоете. Никого отпевать мы не будем. Тем более сегодня в такой праздник. Сейчас, как он придет, свеженькой водички принесет. Что вы на меня смотрите? Что, что? Убить вас хочется? Да не хочется грех на душу брать. Давай я. А что, одним грехом меньше, одним больше. За мной будешь. Батюшка, благословите. На святое дело еду. Давайте мы все успокоимся. Вот дяк, он уже водицу принес. Все готовы? Да. Давайте начинать. Толя! Что? Кровянка где? Ты что, кровянку не взял? Толя, да я на 4 утра эту кровянку делала. Кровь, кишки вот так вот запыхивала. Вот кровь до сих пор у меня под ногтями, а? Я ее в маршрутке забыл. Да беги быстрее в маршрутку. Отдал же бог мужа, давно бы уже с ним развелась. Так нет же, в церкви повенчались. Есть! О, молодец. Правда не наша? Ну ладно. Ага. Ну, тоже пойдет. На этом все? Можно? Можно. Давай, брызгай на колбасу. Фух. Все, спасибо, спасибо. Все, побрызгал, ага. Ну, теперь можно и на меня. На рабу твою... Твою мать. Толя! Что? Толя, где хрестик? Толя, хрестик! Ты одевала его? Ну, конечно, он еще ожог не оставил здесь. Да ладно, ты его все равно раз в год одеваешь. Да не твое дело, раз в год я одеваю. Ах, варьё! Ага. А ну, стоять! Карманы выворачиваем. Чего? Выворачиваем, говорю, карманы. Женщина, да что ж вы такое говорите-то? А вы-то что-то глаза вылупили? Рясу задирай. Я говорю, рясу задирай. Ой, что такое себе тут... Толя! Почти как у меня. Да ну, Галя. Тут же он? А у тебя вот такой? А то... Бабуля! Все, карга старая. Сперла до крестик. Я думаю, а что ты ее вот так вот к земле притянул, а? А ну, давай, давай, доставай крестик. Аля, так он же у тебя на спине перекрутился. Точно, ладно. Живи, карга старая. Батюшка, что стоите? Только вас и ждем. Меня? Ага. О-о-о-о-о-о! Ё-моё! Толя! Что? Паска где? Пасочку забыли, мы купили в магазине. Ты что, на кассе ее оставил? Да ладно, Галя, ну, без Паски будем. Вон, пускай батон посвятят. Ты что, батоном поминать будешь? Кого? Тебя кого! Да ладно, что ты на батону так сметану намажем, и все, как Пасха будет. Ты балбесина. Давайте, батюшка, ну уж без Пасхи давай. Слушайте, а давайте я вам водицу святую домой отдам, вы там все сами посвятите. А что, так можно? Конечно, вам можно. Так а что же вы людям мозги-то компасируете? Ну стоите, держите. Конечно, ну все, спасибо вас. Ага, с праздником. Спасибо, и вас, это вам презент. Можете расходиться по домам. До свидания. Спасибо. А как расходиться, батюшка, вы что, а мы, вы им все воды раздали, а нам как освятить-то? Послушайте, люди добрые, да неужто непонятно вам, что не важно, сколько капель воды святой на тебя попало, не важно даже, сколько дней ты пост держал, важно, сколько любви в сердце твоем, и сколько ты этой любви даришь ближнему своему. О, вот что важно-то. Галя, ты мне место заняла. О, Света, ты где ходь, ты пасхи купила? Купила. Батюшка, что ты стоишь, как истукан, брызгай давай. Я сейчас всю эту семью кодилом пере... Тихо, батюшка, не бойся. Да ты посмотри, да я террорист. Тихо, батюшка, не бойся. Ты чего приперлись-то? Ой, и что ж делать-то, батюшки? Ой, беда, беда. Жить-то как теперь? Ой, как теперь, не знаю. Беда, беда. Ой, беда. Ой, беда. Ой, беда. Здравия желаю, товарищ полковник. Тихо, что вскочили-то, еще честь бы вот дали. Простите, простите, товарищ полковник. Простите, отец Никодим. Простите. Все, садитесь. Куда на полковничье место? Иди. Бес попутал, бес попутал. Я решил провести экстренное собрание акционеров. Так как после принятия Томаса наши приходы стали посещать на 50% меньше. Ой, если сделать, то делать. Что такое это? Иными словами, проанализировав недельные продажи, выяснилось, что рентабельность бизнеса упала на 72%. Ой, как дальше-то жить-то? Ну, у меня же Бентли в кредите. У меня семеро детей в Европе учатся. А разве может быть так, чтобы апокалипсис наступил для одной отдельной организации? Что же делать-то, ну? Не в УПЦ же нам переходить. У нас прописка московская. Ой, а что там наверху-то говорят? Да все то же самое. На все воля Божья? Денег нет, но вы держитесь. Чтобы не закрывать предприятия, нужно адаптироваться к рынку и ввести какие-то изменения. Готов выслушать любые ваши предложения. Есть один вариантик. Слушаю. В Мегамолах... Где? Ну, в торговых центрах. Они, чтобы увеличить посещаемость, проводят различные акции. Ты ближе к делу, Марфа. Да, да. Вот и я предлагаю во дворе нашего храма поставить чертовое колесо. Марфа, ты опять начала коньяком причащаться? Просто предлагаю. Слушайте. А если мы около каждого нашего храма большой баннер повесим с надписью, что отпевание только в храмах московского патриархата гарантирует мгновенное попадание в рай? Мгновенно не получится. Чё? У нас же нет прямого рейса. Стыковка через Минск. Ну, что же несправедливость-то, а? Я не знаю. Молодцы. Молодцы. Просто проверяю. И угрозы пишут. Говорят, на Пасху будут красить и бить яйца. Так это ж каждый год делают. Ну, в этот раз они написали фамилии и должности. О, а если мы скажем, что мы геи? И что? И нас притесняют. Европа за нас заступится. Если мы скажем, что мы геи, они нас не только выгонят, но ещё и вы... Хорошо бы! Марфа. Отец Никодим, ну, у вас же на исповедях и прокуроры, и депутаты, и министры. Ну, вы же, наверное, обладаете такой информацией. Обладал бы, если бы на исповедях не засыпал. Ну, каждый день одно и то же. Бабки, тёлки, тачки. Понятно. А давайте акцию запустим. Какую акцию? Коммунальная молитва за снижение тарифов. Или автодорожная молитва от гвоздей и жезлов. Мелко это всё. Тут глобально нужно бизнес спасать. Глобально надо, глобально. Бабюшка, Никодим, батюшка, Никодим, разрешите доложить? Докладывай, лейтенант. Ещё один приход отобрали. Да что такое? Как произошло это? Полиция первой зашла. А там отец Георгий. Ему перекреститься, а он... А он? По привычке честь отдал. Что-то удалось спасти? Да, клиентскую базу ВИП-прихожан. Это ты молодец. А кого-то запомнил? Никого не запомнил, никого не видел. Я в то время на коленях стоял с головой опущенной. Правильно. В то время вам мог помочь только сам... Только сам Иван Иванович из СБУ. Я же его визитку-то искал на куленках. Нашёл? Нашёл, позвонил. А он трубку не взял. Батюшка, этот тонус хуже, чем кризис. Да знаю, садись уже, лейтенант. Не береги душу. Слушайте, а я могу в синагогу позвонить. У меня там родственники. И что? Как что? Ну, деньгами они, конечно, не помогут, а вот с советом помочь смогут. У них похожая ситуация была. Ты типун тебе на язык. Они 40 лет искали рабочие места. Слушайте, может быть, в полицию пойдём работать, а? А что, принцип работы такой же? Согрешил, заплати. И форму переживать недолго. Погоны налепил, и всё. Можем ездить по городу и мобильно причащать, а? Можем счастливые часы организовать. Согреши два раза, заплати за один. Или оплати крещение и получи за упокойную бесплатно. Вы нормальные вообще? Слушайте, ну, может быть, мы такси своё откроем? Такси, ну, первое православное такси. Тариф по-божески. Да куда? На наших пятилитровых машинах невыгодно. А мы на газ перейдём. Газ-то наш. Наш. Газ, он тоже сейчас проблемы. Ой, обложили со всех сторон. Без паники, думайте, думайте. Думаем, 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 думаем. Слушайте, ну вот были же времена-то, ну а? Вот местные политики все на коленях стояли, руки нам целовали. Это когда такое было? А, вас тогда не было. Мы в лавре корпоратив проводили. Конкурс такой, вон, с Марфой делали. Марфу третьего дня нашли за колокольней. Марфа. Ой. А давайте в интернет выходить, а? Наш церковный блог заведём, а? Ну и как ты себе это представляешь? А вот так. Всем привет, я отец Михаил. А это моя братья и сестрия. Мы сегодня будем отпускать грехи онлайн. Если вам понравился видосик, сдавайте на храм и ставьте колокол. Бум-бум. А что, отличная идея. Ну, можем рекламные ролики пускать, ну, как перед фильмами на Ютубе, а? Ага. Ну. Быстрые службы! РПС! Дешёвые свечи! РПС! Надёжные церковники! РПС! А Ютубный канал назовём Побойся Блога! Вы бы ещё предложили исповедь онлайн транслировать. Мы должны эту информацию наверх сливать, а вы её в интернет. А давайте, давайте в интернете грехи отпускать, а? Ну, как эти, электронные батюшки. Сокращённо Е-батюшки. Вот ставить матерщину. В интернет лезть вообще не будем. Там есть наши люди, хакерами зовутся. Патриарх звонит. Да, товарищ генерал. Слушаю. Да. Конечно, передам. Есть приступить к плану Б. Просил передать, что если мы ещё один приход УПЦ отдадим, нам ПЗДЦ. Ой, беда, беда. И сказал переходить к плану Б. Мы с вами организуем нашу партию и будем баллотироваться в парламентских выборах в Верховную Раду. А как партию назовём? Слуги Божьи. Этот бренд уже несколько занят. Поэтому создадим свой. Попо-блок. Попо-блок. Не хочешь в стране попы? Голосуй за Попо-блок. Ну, а ну и что дальше? Так. Гитлер украл мопед у Фредди Крюгера и уехал с женщиной-кошкой в сторону синагоги. Прям новый клип Поляковой. Кто вообще этот Хэллоуин придумал? Ну, нафига этот праздник нужен? О, пожалуйста. Пожалуйста, дьяволу был нанесён удар тупым металлическим предметом на цепи шесть раз. Жесть. Это что ж за монстр такой? Самому дьяволу навалял. О, Сергей Иванович, здравствуйте. Вы уже протрезвели? Нет. Да? Глазик не болит? Нет. Вы уже не планируете отыметь всех сотрудников милиции? Нет. Хорошо. Одежду мою. Одежду. Одежду. Вот, пожалуйста, ваша одежда. Спасибо. Спасибо. Ой, мамочки. Кстати, Сергей Иванович, очень странный у вас наряд на Хэллоуин. Ага. Это моя рабочая форма. Подождите, так вы действительно... Саня, вот теперь всё сложилось. Оказывается, это была не драка в клубе. Это было прям противостояние добра и зла. А ещё портмоне моё было. А, портмоне ваше есть, да. Вот, пожалуйста. А ещё кадило было такое тяжёленькое. О! Я только сейчас понял, кто дьявола ухайдохал. Ой, а можно водички? Святой. А что, есть пиво? Пожалуйста. Водички. Спасибо. Ну, давайте, рассказывайте, где вы были этой ночью? Ага. О! В раю. А что так грустно? Вы были в ночном клубе рай, правильно? Да, да, да. Ну, рассказывайте, что там, как? На чём приехали? На автомобиле. Так, понятно. Марка автомобиля какая? Бентли Континенталь Супер Спорт Сжетти. Ага. В-12 Би Турбо. Ваш автомобиль? Нет, нет, это служебный. Понятно. За рулём-то хоть вы были? В основном я, конечно, но периодически между мной и рулём женщина появлялась. Подождите, и что она там делала, интересно? Исповедовалась? Больше грешила, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ Я так понимаю, вы за рулём уже были выпивши. Ну, сами понимаете, не так часто в рай попадаешь. Ну, понятно, понятно. Скажите, пожалуйста, зачем вы избили охранников? Охранников? Так они, юродивые, меня не пускали в рай. Вот так и запишем, раз создаётесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Значит, пиши. Ударил охранника Петра и Павла за то, что те не пускали его в рай. АПЛОДИСМЕНТЫ Ага. Петра и Павла. Господи, вот совпало-то. Уважаемые, а почему они вас туда не пускали? Сказали, что мест нету. А я не для того 30 лет в монастыре служил, чтобы услышать, что в раю нет мест. Господи, что ж будет-то, что ж будет? Вот если бы это были реальный Пётр и Павел, то гореть вам в аду синим пламенем. А так всего лишь два года исправительных работ. Как два года? Вы что? О, у меня же клиентура. Можно мне телефонный звонок? Звоните. Спасибо. Алло, Алексей, не смогу я отпеть вашу бабушку завтра. Минимум через два года. А по-моему, вы вчера уже её отпели. Как это? В клубе. Вот. Моя бабушка отгорит тропку. Тропка отгорит. А по-моему, я успеваю твоя дырка. О, Господи. Голова-то у вас не болит после вчерашнего-то, а? Ой, болит, болит. Болит? Может, таблетку дать? Ой, не надо. С таблетки в клубе вчера всё и началось. Ладно, понятно. Зашли вы в клуб. Что дальше было? Ну, как что? Только я подошёл к клубу. Тут у меня вся картина мироздания-то и рухнула. Представьте себе эту огромную неоновую вывеску рай. А под ней беснуются вурдалаки, черти, бабы голые, вертеп какой-то. Ну, понятно, понятно. Вы сразу решили покинуть рай, правильно? Не сразу. Я на одну минуту подумал, а вдруг он такой и есть? Ну, минутку вы подумали и покинули место. Я взял дополнительную минуту. А больше вы ничего не брали? Брал. Бутылку текилы, бутылку виски, а принесли мне их шесть зелёных мексиканцев. А не дофигали на одного человека? Так я же не один был. Я с матушкой. Хрен вы меня догоните! Менты голимые! Добрый путь! Земля прощает! Вот она мне таблетку и дала. То есть вы в клуб приехали с матушкой? Нет, нет, я её уже там встретил. У неё мальчишник был. Бивишник? Сначала-то был девичник, а потом уже начался и мальчишник. Ладно, хорошо. Пиджейку зачем вы трогали? Пиджейку? Я-то хотел прикрыть её тело ногое. Чем? Собой? Ежели ничего другого под рукой не оказалось. А за сцену зачем вы её потащили? Исповедоваться. И что, она уверовала? Два раза минимум. Скажите, зачем вы полезли к диджею? Я просил его псалмы православные поставить во всеуслышание. Батюшка, ну откуда у диджея псалмы православные? Да что ж, я не понимаю-то ничего. Они же у меня завсегда со мной. Вот, на флешке. Зачем вы отобрали микрофон у ведущего? Дабы предупредить всех собравшихся на ближайшемся суде божьем. Ну и что, предупредили? Да. И что они вам ответили? Они сказали, юху, мочи ещё. Хорошо, если вы мочили, то почему в клубе начался пожар? Это голос свыше сказал мне, встань, выйди на танцпол и зажги его. И встал я и зажёг его огнём праведным. Да, да, да. И у вас сразу появились последователи. Человек пятьдесят. А откуда вы все эти подробности знаете? А вот ролик в интернете. Батюшка в клубе. Жалоб православные! Полтора миллиона просмотров. Скоро новый клип с дидзо перегоните. Ой, не дай бог этого черта бородатого обогнать-то, а. Короче, батюшка, придётся вам из своего храма в наш храм, только уже с решёточками переехать. Тогда ещё один звоночек можно? Да звоните, звоните. Спасибо. Алё, отец Никодим, я в ментовке, код двенадцать. Стоп, я не понял. Что это за код двенадцать такой? Это наш корпоративный сленг. Код принят! Здравствуйте, ребятушки. Здравия желаю. Ребятушки, отпустите нашего батюшку. Он у нас хороший. У него приход твой. Ох, вчера такой приход был. Ну, есть же люди хуже его. Ну, он матушку хотя бы взять. Мы его накажем. По всей строгости накажем. Он у нас целый год строгий пост держать будет. Э, нет, я в ГАИ не вернусь. Сань, ну, может, действительно, ну, ведьма и у них есть люди нормальные, порядочные. Сразу видно, человек хороший, спокойный. И без понтов. Без понтов. Да, милиция. Хорошо, понял. Что? Все, можете быть свободны. Хозяин клуба забрал заявление. На всю волю Божью. Слава Богу. Батюшка, идемте скорее отсюда. Если купать начнут, и поймут, что это ваш клуб. Вас анафеми предадут, батюшка. Спасибо. Ну, в общем, батя и взял грех на душу. Не, ну, мы его, конечно, закопали. По-христиански. По-христиански. Но боюсь чужевого. Бать, вот это можно как-то порешать, а? Сын Божий Сиплый. Как порешать? Как порешать-то? Ну, как-как? Как в прошлый раз. Зачем мне еще одна бэха? Ты что, я так понимаю, строим новую церковь, да? Сиплый, ты что, не видишь, что в стране творится? Не время сейчас деньги в бизнес вкладывать. А вот на Кипре самое то. На Кипре построишь. Только помни, грех у тебя очень тяжкий. Поэтому строй добротно, как себе. И чтобы с джакузи. Церковь с джакузи? Да. Будем отроков крестить. Ты кулакольню можешь не строить, вместо нее бассейн поставь. Там одна цена, получается, я все посчитал. Бать, все сделаем в лучшем виде. И самое главное, Сиплый. Че? Пост. Соблюдай пост. Бать, да ты что, да всей братвою держим. Вы же у нас пример. Иди уже, Сиплый, иди. Ох. Алло, ресторан? Это Никодим. Мне стейк из мраморной говядины. Только не жирный пост сейчас. И водочки, грамм 150, не более. Нет, нет, не сюда. Домой. Домой завезите. В загородный дом. Да, снимите с карточки. С бонусного счета. Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Батюка, я прошу прощения. Батюка, я слышал, как вы пели, батюка. В Киеве зараз 13-та година. Вы слухайте радиопромень. Батюка, я прошу прощения, я в щелочку вижу. Я исповедоваться, батюшка. Я быстро исповедуюсь. Давай исповедуйся, только быстро исповедуйся. Ой, батюшка, спасибо. Ой, батюшка, грех, грех у меня чашки, батюшка. Ой, я это, мясо в пост поел, батюшка. Ой, йо, 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 йо. Да, да. Что ж творишь ты, грешник? Ай-яй-яй-яй. Священный пост, мясо. Батюшка, чем ускупить, чем ускупить вину? Три раза на ночь, отче наш, прочитаешь. Ага. И четыре раза по 50 гривен вот тут коробочку с надписью на храм положишь. Понял? Ага, ага, все, понял. Все, иди, свободен. Батюшка, а этим мясом я водку закусывал, а? Ой, йо, 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 йо. Ай-яй-яй. Что ж творишь, что ты окаянный? Шесть раз отче наш прочитаешь. Ага. И теперь 300 гривен в коробочку положишь. Понял, батюшка, понял. Все, не буду задерживать тебя. Батюшка, батюшка, батюшка. А после водки этой окаянной меня на бабы потянуло. Ну, этими словами тут никого не удивил. Что, батюшка? Я говорю, удивил ты меня. Неужто недостаточно тебе прегрешений? Батюшка, чем ускупить, чем ускупить можно? Пойдешь в дальнюю комнату, подойдешь к ключнице, купишь у нее свечи и оставишь 300 долларов. И отпустятся грехи твои. Все, иди с миром. Батюшка, а за 300 долларов точно отпустятся? Ну, если не отпустятся, мы вернем тебе все свечи. Ага. Батюшка, батюшка, это же не все, батюшка. Женщина эта блудница. Она же меня в свой дом привела, батюшка. В свой дом, представляете? А там дом, видим, какого-то олигарха. Все в золоте, в мраморе, батюшка. Представляете, у них там посреди дома фонтан с вином, батюшка. Погоди, погоди, погоди. Ну что я буду, ладно, всякие мелочи. Вот мы в этом вине второй раз, и айх. С этой женщиной. Ладно, что я, пойду, батюшка. Погоди, не бывает мелочей для служителей. Каждому обязаны помочь. Что за фонтан? Не когор ли там лился? Батюшка, я в этом вине плохо разбираюсь. Ну, сладкое вино, знаете, сладкое такое. А насчет дома этого, вместо окон там стояли ли витражи из муранского стекла? Не понимаю, батюшка. Ну, какие-то картинки были. Ну, дева Нагая была там изображена? Не, не было. Фух. Баба с тисками была. Девы так не было, батюшка. Ну-ка, поподробнее про этот дом. Была ли там красная крыша? Сделай так, чтобы это был дом прокурора. Нет, батюшка, такая золученая крыша, как у вас, купола. Вот. Что, батюшка? Что? Плачьте. Плачьте, батюшка, да? Плачу. Плачу. Вы что, курите, батюшка? Это ладан. Ага, ага. Что дальше? Да вот, батюшка, ну что дальше? Уже уходя, уходя, я это, ну, спьяну или что, зацепил локтем какую-то вазу. Она упала, разбилась в дребезги. Там епископа подарок. А? Третий век. Что, батюшка? Век тебе гореть в аду за твои прегрешения. Да понимаю, батюшка. Потом-то что было? Да что потом? Я хотел вот эти осколочки спрятать. Знаете, так сгробнул. Сгробнул. Открываю комнату. Ну, чтобы туда там. А вместо комнаты сейф с деньгами, батюшка. Сейф, огромный денег там. Это что, судный день, что ли? Батюшка, ну я эти деньги взял себе и в полицию отнес. Ну, с этими я порешаю. Что, батюшка? Поощряю я это действие твое. Что дальше было? Там странные документы были, какие-то штампы, печати. Что с документами? В прокуратуру отнес, бабушка. Сразу в прокуратуру. В старую или в новую? А, я... Я как бы... Прошу тебя, сделай, что хоть сейчас чудо произошло. Чудо! Чудо, батюшка, не ходим! Икона наша мироточить начала! Да не об этом чуде я просил! Уйди, уродивая! Завтра весь патриархат мироточить начнет. Вот, батюшка! Ничего не оставил! Оставил, батюшка! Вот, 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 рыбок я не тронул, рыбки божьи твари! Фу, спасибо! Я их отпустил! Взял, а когда аквариум так переворачивал, около речки, какие-то стекляшки посыпались, батюшка! Бриллианты! А, стекляшки! Я думал, надо, сгробнул, сгробнул, так и этой женщине отдал, с которой, ну, у нас вот это вот и было. Вот, она их взяла и говорит, к маме поеду, к маме. В Чернигов? На Мальдивы, батюшка, сказала. Вот... Судьба у нее, видать, такая. Видать, да, батюшка, видать, да. Ну, после этого ты хоть ушел из дома этого? Ну, почти ушел, батюшка. Ухожу, смотрю, в гараже какая-то машина. Я, знаете, из-за зависти или что, так сжег ее, батюшка. Сжег, ну, прямо сжег. Какую машину? БМВ, кажется, батюшка. Какую БМВ? Обе, батюшка! Обе. А вон перекинулся заодно на вторую. Батюшка, обе. Батюшка, вот так, ну что вы? А вы что, водку пьете, батюшка? Это кошерная. Мне ее раввин подарил. Ага. Что дальше-то было, ты... Ну, что, что, что? Ну, после этого ушел я. Ушел, батюшка. Ушел? Да. Напоследок только дом сжег. Ну, чтобы следов не оставлять. И ушел. Ай, все забрал. И к вам, Кай. Что ж, что ж теперь делать-то мне? Ну, что делать, батюшка? Ну, что делать? Ну, для начала, очи наш выучить. Ну, молиться начать. По-настоящему. Ну, на проповедях людям внятно говорить, а не 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28. Ну, и поверить, в конце концов? Во что поверить? В меня. Отче! Уверовал! Уверовал, отче! Всем сердцем уверовал! Один вопрос только у меня. А страховка дом покроет? Понял! Понял, только в церкви поживу! Поживу! Алло! Дорогая, да, это я. Представляешь, у нас сегодня банкет заказали. Ну, как банкет? Вечер встреч выпускников. Да какой мой, ты что? Я бы на свой не пошел никогда. Там одни придурки учились. Надеюсь, я сегодня не поздно. Целую. У меня в классе только одна нормальная девочка была. Наташа. Мужчина, этот стол занят. Дятел! Дятел! Не может быть! Ты что, дятел? Это ж я! Саня Дуб, вспоминай, ну! Я вас не знаю. Я хотел долгонит, штукарь. Завтра отдам. Завтра не моя смена. Ну, значит, не отдам. Ну, вспоминай, ну я ж тебя головой в туалете... Я вспомнил, вспомнил. Что заказывать будете? Что с тобой взял, то и буду. В это заведение со спиртными напитками нельзя. Ой, ты прямо сейчас как наша училка сказал. А че это у тебя, че это... Евгений! Дятел! Так ты Евгений! Капец! Ну давай, дятел Евгений, присаживайся. Выпьем с тобой за встречу, ну, заодно и за знакомство. Мне нельзя, я тут работаю. Кем? Догадайся. Директором? Полотенцем? Да ладно. Ну ты дуб. Я теперь понял, для чего нужен был красный диплом, золотая медаль. Ради бейджи и полотенца. Слушай, если ты работаешь, так может, долгонешь штукарь? Не, я же не себе, просто сегодня Натаха придет, а я хочу ее с порога встретить и все шампанским облить. Кстати, почем у вас советская? Натаха? Дунайская? Я сейчас. Алло, дорогая, представляешь, банкет затягивается до утра. Да, а я один на смене. Меня не жди, ложись спать. Да. Ха, дятел. Ну. Оооо! Санька! Тут! Ооо! 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 Ну дай хоть первую букву, а! Первая буква Н Назаренко Вторая И Нефёдов Идём дальше К Никак тебя не вспомню, братан Честно Сашка, как был дубом, так дубом и остался Никишин Жека Господи, я же за тобой 10 лет сидел Тихо, 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 не поворачивайся Да, я хоть на тебя налюбуюсь Я же все твои волоски наизусть помнил А ты лысеешь уже, Никишин И жвачка по-прежнему у тебя на башке Где жвачка? Да шучу я Жека Конечно, лысею, 20 лет прошло Ну да Ты как в 10 классе пропал Обстоятельства Кстати Долганишь штукарь? О, точно! Ты тогда так и сказал Долганишь штукарь, иначе сяду Рассказывай, где 20 лет пропадал Ну, где? Короче, долганул бы тогда штукарь, чаще б виделись Слушай, Жека, а че ты так вырядился, как на свадьбу, а? Как че? Сегодня же Натаха придет Дунайская Дунайская? Дунайская! Подожди, я когда с ней встречался, она была так Дунайская? Дунайская? Не, Натаха еще не приходила Это кто? А, это, это, это Сашка Дуб Первый парень Натахи Саня Дуб Олег Петрович Ха, че так официально? Депутат? Физрук наш Так я, получается, не один Натаху за попку на канат подсаживал, да? А че, его не помню? А у него это, освобождение от физкультуры А так, Свидмискаш, здоровый парень О, Санек, долганей штукарь, кошелек забыл, брики? Прям с языка снял Капец О, Олег Петрович, здрасте Ха, дятел, Майкишин, привет! Привет А ты знаешь, Петрович, что дятел Евгений Ладно Дятел это Евгений, не стучи Олег Петрович, а Натаха точно придет сегодня? Конечно, конечно придет Я бы иначе и не приходил Или ты че думаешь? Я пришел посмотреть, как ты, дятел, за 20 лет стал еще детлее А вы помните, как я для Натахи Цветы из клумбы воровал на выпускной Он цветы воровал Да я ради Натахи бананы в магазине воровал А помните, как мы всем классом смотрели, как она эти бананы ест? Слушай, дятел, а у тебя в ресторане бананы есть? Намек понял Несу Давай Несы Молодец Так, мужики Давайте сразу на берегу договоримся Сегодня Натаха идет со мной Тем более у меня с ней было Да ладно В 10 классе? Конечно Не, ну я же не сказал, что у нее со мной было У меня с ней было Ой, ну так у всех было Ну Я, между прочим, единственный из класса, кто с ней целовался Целовался в щечку Какую щечку? С языком А вы, Олег Петрович? Да нет, ты что, я же учитель, статья Зато На выпускном я ее Почти Что значит Почти Почти ее Техничку Бабу Нюру? Но представлял я в тот момент Натаху Ой, ну так у всех было Ну да Желаю здравствовать Это же Это же Егор Ну, помните Егор Бесенко Пес Пес Ё-моё Это уже в прошлом Слушай, а нам говорили, что ты бизнесом занялся Было дело сразу после рэкета Но потом в какой-то момент понял, что не мое это Что несчастлив я Эти сплошные поборы Это налоговая Пришлось Гелендваген за долги отдать В общем В какой-то момент решил Посвятить свою жизнь служению в церкви И чё? И сразу хорошо стало Сразу прям так легко Почувствовал мое это Вот налоговую осветил Гелендваген новый купил Слушай Беф А долгани штукарь, а? Бог подаст Скажите, другие мои А Натаха в миру дунайская Она уже появлялась? Подожди, Егор У тебя что, с ней тоже было? Почти Она ко мне Когда на исповедь пришла И рассказ свой кончила То я и Чуть ли грех прямо в церкви не совершил В общем Я здесь, чтобы закончить начатое Где она? Слушайте, мужики Так у нас не вечер встреч выпускников А вечер свидетелей Натахи Нет-нет-нет Никаких свидетелей Это конкурирующая организация Я вам хочу сказать сразу Натаха сегодня поедет со мной Чё это с тобой? Да я, между прочим Между прочим У жены официальное разрешение На измену с Натахой получил Ой, да ладно, не звезди Чего я фотографию жене показал Она говорит Будь мужиком, она б тоже изменила Короче, мужики Давайте так Сейчас мы по штуке скинемся И поспорим Кто Натаху с собой забирает Тому и касса Отлично Я согласен, давай Давай, давай Поскольку подпишем Да, по штуке, по штуке Все по штуке скинулись Хорошо, отлично Так, стоп Это чё за фигня? Штуки не хватает Кто не скинулся? Я сдал Я сдал А, это я не скинулся Слушай, бес Долгони штуку Я тебе завтра отдам Попробуешь мне отдать За яйца подвешу Хорошо Так Все Так, я сейчас Танец закажу Один танец И Натаха моя Ой, танец он закажет У меня, между прочим Два билета в кино есть На последний ряд Места с языком А я А я А я А я Буду Натаху брать Природной красотой Ты дуб На природу Надейся А сам-то Не плашай Женщины любят Драгоценности Большие Драгоценности Примерно такие О-о-о Так А вы прикиньте Если Натаха со своей подругой приедет С какой? Ну с этой С какой? Подожди Ну С Оксаной? Оксаной Оксана Ну Оксана Ёлки-палки Оксана Оксана Обезьяна Косая Которую Егор Портфелем По башке Дубасил Вот поэтому Она косой стала Что ты ее Портфелем Дубасил В южно районе Все собаки Шугались Еще говорили Кто с ней Переспит Тот всю жизнь Чухмарится Будет Не помню я ее Да как не помнишь Егор Ну Вспомни На выпускном Ты напился И пошел ее До дому Нести Я все грехи Свои замолил Уже Хватит об этом Слушайте Как с этой Оксанкой Натаха дружила Натаха по сравнению С ней была просто Богиня Да на фоне Оксаны Даже баба Нюра была Богиня Это вы Оксану обезьяну вспомнили Которая мне палец откусила Чего? На ноге Так Мужики Хорошие воспоминания И погнали за стол Да Садитесь О что ж Так Оперсант Мне Стакан воды На отдельный счет Вот знаете За что я Женьку всегда Любил За то что он Самый принципиальный Из нас Да Помните как мы все Сурокова ушли А он один кто остался А помните мы в туалете Курили А он нас дал Кстати А помните Он На выпускном Пообещал Что Девственность Потеряет Только с Натахой Ну ты Гнида была А теперь мало того Что ты гнида Ты еще и балабул Ха Чего Я До сих пор Жду Чего же я пришел то Да ладно Чего За 20 лет Ни с кем Ни ни Мужик сказал Мужик сделал И когда мужиком то Успел стать Что У меня между прочим С Натахой Да можно сказать Было Да Мы еще В детском садике Друг другу Письки показывали Слушай Жек Вот Натаха придет Ты с этого не начинай Хотя бы на танец ее пригласили Слушайте Слушайте Мужики Предлагаю первый танец Натахой Отдать Жеке Ему реально больше всех надо А че это Жеке Подождите Ну 20 лет терпел Еще 20 потерпит Сколько лет Давайте выпьем Давайте друзья Давайте Давайте Мужики За встречу Да за какую встречу За Натаху А вы че это мужики Без меня что ли пьете Мужик Мы всегда без тебя пьем Иди отсюда За комплимент Конечно Спасибо Не понял Не ну что мужиком Назвали Значит Уже у меня все получилось Ну ка Поведай нам Кто ты Сын мой Да вы че Мальчишки Я же Одноклассница ваша Натаха Дунайская Ну вот это Так Мужики Больше водку не пьем Она паленая Ну вот и пришло Это время Прочитать эту книгу Алло дорогая Банкет закончился раньше Представляешь Еду домой Мужики пацаны Да вы че Да вы че Я же Всегда себя чувствовал Больше пацаном Чем девчонкой Ну вы куда Я же вас знаю Всех как облупленных Так Ты Облупленный Я не знаю Что тут за театр Устроил Но у меня между прочим Разряд по боксу Олег Петрович А помнишь Как ты Вот этой шершавой ладошкой Меня под попку На канат подсаживал А Помнишь Лучше б не Аксона Безонаруку Откусила Стоять Санька А ты бананы все время покупал Помнишь Чтобы посмотреть Наконец-то Как я их ем Сейчас увидишь А то Все Как да Как Ай Ё-моё Толстый Нет Помнишь как мы с тобой За гаражами целовались А Женька Не-не-не Мы же в щечку В щечку А не В засос Нет Язычками Нет Остановитесь Остановитесь Без Нифига себе Ты что Останавливаешь меня? Главное Когда Портфелем по башке За гаражами Мою подругу Билл Я тебя не останавливала Гляди-то Билла Оксану А Плохо с головой У Наташки А ты Тебя 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 не помню почему-то А Слава тебе Господи Ну А Куда ты? Давай Мужик сказал Мужик сделал Это А какой Я мужик? Я гнида Балабол Следующая композиция звучит для девушки Натальи из 42-й школы, которую на танец приглашает Олег. Иди, иди. И Олег Петрович. Это другой Олег, другую Наташу из другой 42-й школы. Ну вы чего, мальчишки? Ну давайте сядем, давайте выпьем, ну за стол, ну прошу вас. Ну. Ну расскажите, что у вас нового? Ну, пожалуйста. Боюсь, что наши перемены по сравнению с твоими рассказывать не стоит. А вы совсем не изменились. Сейчас я подпудрю носик немножко. Кошмар. Мне нужно носить. Мне надо быть... Это встреча выпускников. Я тоже. За Натаху. Предлагаю не чокаясь. Ребята! Одноклассники, привет! Это кто? А после Натахи это может быть кто угодно. Ребята, но это же я! Оксана! Ну, помните, меня еще собаки шугались. Да и за меня водку разрешили в школе продавать. Ну, вы же мне единственное на 8 марта бритву подарили. У меня же у первой из класса усы начали расти. Но у меня еще волосы вот такие были. А на голове короткие. Ну, Оксана! Оксана Алисиана! Да! О! Дорогая, ты уже здесь? Да, Сенька, прости, что опоздала просто машинку и не могла припарковать. Оксана! Ты знаешь, кто это? Вот издун. Ну, конечно. Это мой любимый Сережа. Ну, в смысле? Моя бывшая подружка Наташа. Ну, мы просто любим друг друга. И Наташа ради меня сделала из себя мужчину. А из меня женщину. Батюшка, похоже, вы с портфелем-то в школе переборщили. Слышишь? Натаха, или там это Серега. А что ты нас здесь вообще собрала? А знаете, пацаны, просто мы сегодня с Оксаной расписались. Да. Хотели отметить это в кругу одноклассников. Да и ведь, кроме вас, это больше никто не оценит. Я тебя очень люблю. А я тебе никогда не буду изменять. чё? 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 Чё ржёшь, дуб? Жак это наш до конца жизни девственников останется. Ну, поздравляю. Яна, ну вот как так можно было? Ну, как можно было столько штрафов получить за превышение скорости? Я же тебе рассказывал, что по всему городу стоят камеры. Саша, так там вот, вот это штрафы, это не только за превышение. Вот там есть и за ДТП, и за неправильную парковку, и за езду по клумбам. Да. Ты чё, по клумбам ездила? Ну, а как я могла на такой скорости остановиться перед этим кружком? Капец, и всё это в один день. Блин, Яна, ты куда спешила вообще? Саша, ну я просто узнала, что в одном магазине женского белья такая акция есть классная. Короче, там покупаешь и тебе дарят сертификат на тысячу гривен, прикинь? Вот, сертификаты. Тут тысяч на пять. Саша, это штрафы. Ну, в общем, сертификат я так и не получила, ну, просто я ехала туда, и потом только вспомнила, что я не взяла кошелёк. Так что, вот это я еду туда, вот это я еду обратно за кошельком, а вот это я еду обратно туда, а это это я ехала назад, чтобы показаться тебе в белье. А, я вижу, езда задом по встречке. Отлично. Блин, и тут обед, да что ж такое-то, а? Саша, ну поехали тогда в другой бан. Не-не-не-не-не, не, Ян, мы никуда не поедем. Ты хочешь ещё столько же штрафов наловить? Нет, я вообще у тебя машину забираю и покупаю тебе велосипед, во. Саша, на велосипеде небезопасно ездить, может машина сбить. Да ты-то откуда знаешь? Ну, там, эээ... Извините, здесь можно штраф за превышение скорости, а, подождите, вы же велосипедист, вы с какой скоростью вообще ехали? Я ехал с нормальной скоростью по тротуару, и тут какая-то блондинка сбивает меня, представляете, и вот я пока летел, меня камера и зафиксировала. Вот, 73 километра в час. Не могла эта курица сбить меня на 3 километра медленнее. Как он менюшил? П-п-п-п-п-п-п, почему курица? Работу потерял, клиенты обиделись. А, вы это, доставчик, пицца, суши, да? Нет, я свадебный оператор. А, и много сейчас свадебные операторы зарабатывают? Вот эти операторы гораздо больше зарабатывают. Ну да, согласен, согласен. А вы кем работаете? Я, я меценат, помогаю МВД, спа-салонам, магазинам нижнего белья. Ого, а жена, наверное, ваша не работает. Как не работает? Работает. Она у меня водитель, профессионал. Да. Ух ты. Я мою боюсь пускать здоровье. А, между прочим, очень зря. По статистике, женщины намного аккуратнее ездят, чем мужчины. Ага. Вот она, статистика. Вот она, вся. Это столько штрафов у нее? Да нет, вы что, это фотосессия. Она, значит, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда мимо камеры моталась, ждала, пока фотка получится хорошая. Так получилось. Получилось. Там же знаки стоят, предупредительные, что скоро камера. Какие знаки? Ну, на синем фоне, старинный такой фотоаппарат. А, это фотоаппарат? Ну да, ты скворечник, скворечник. Не, ну я так думала, что скворечник. Вы хоть думали? А та, курица, даже не подумала остановиться, извиниться. Может, просто мозгов не хватило? Да я просто опаздывала. я предполагаю, что та тупая курица просто очень сильно опаздывала в один магазин нижнего женского белья. Кстати, очень хорошего. от лукавого эти все штрафы, от лукавого. Кто последний? Батюшка, вы что, тоже скоростной режим нарушаете? Сын мой, у меня Bentley Continental Super Sports GT под капотом V12 Biturbo. Мне сам Бог велел. Ох, от лукавого это все. Хоть бери и добавляй еще одну заповедь в Библию. Какую? Не гони. Нету еще по-божески, всего пять штрафов. А вот Пантелеймон вот попал, так попал. Смотался из Киева на Ибицу. В Испанию? В Одессу. Прошвырнулся один. Там штрафов столько, что пришлось приход заложить в ломбард. Ох, как лукавого это все. Вот раньше-то как было? Едешь, останавливает тебя гаишник. Ты исповедовал его душу заблудшую. Грехи отпустил, и он тебя отпустил. А сейчас эти ока Люцифера на каждом перекрестке. Ой. Да, да, это Никодим. Да, помню, светил ваш автомобиль вчера. Сгорела машина. Ну, вы же выбрались. Ну вот, не благодарите. Бог подаст. Так, эту сим-карту мы выбрасываем. Батюшка, а я слышал, что сейчас специальная такая пленка на номера клеится, и все, камера в номера не фиксирует. Да клеил я это все, глупость. Разводняк. У меня Bentley Continental Super Sports GT, она одна в городе такая. Слушай, Саш, тогда мне тоже такое надо купить. Ты с ума сошла? Она 1200 стоит. 280 евро. А, не, я брала защитную пленку. А, в твоем случае, Яночка, защитная пленка это скотч, чтобы рот тебе заклеить, руки тебе замотать и ноги, чтобы ты близко к машине даже не подходила. Ну, скажите, а вы не в курсе, может у них абонемент какой-то имеется, ну, как в фитнес-клуб, ну, чтобы не ездить к ним постоянно, а то я пока сюда ехал один штраф оплачивать, еще 4 хватанул. Вот такой вот абонемент мне надо купить, только чтобы еще с бассейном было. Ну, да, наша машина еще только в бассейне не бывала. Скажите, а вы сами что, не водите? Да, вожу, я профессионал, 25 лет за рулем. Ну, сейчас временно, пока без прав. А, что там? Там вообще мелочь такая, ну, просто капец. Ну, проехал на красный, через двойную сплошную. Бабка это еще так медленно шла, но просто капец какой-то. Переход этот вообще непонятный. Отпустили бы, честно, если бы не этот мент на капоте. Алло, да, это Никодим. Господи, это же новая сим-карта. Да-да. Что? Порчу наслать? Да вы вообще понимаете, куда вы звоните? Я этим не занимаюсь. Уже год как? А, на МВД порчу? Это можно. Это можно. Сейчас я вас запишу, вы в очереди будете 666. Ой, ну надо же, как у меня номера на машине. До свидания. Извините, вы меня не пропустите, мне будет только один штрафик заплатить. Вот, Яночка, один штрафик, учись. Один штрафик всего. Да ты, матушка святая, ты сюда по воде шла? Ай, там, за неправильную парковку. О-о-о, не женщина, мечта. А скажите, а сколько у вас там за эту неправильную парковку? 100 тысяч. Это куда же ты так припарковалась, дочь моя? В кортеж президента и припарковалась. Ой, ну не расстраивайся, на твоем месте мог быть любой из нас. Кортеж-то не маленький. И главное, ни одного велосипеда. Я то не против пропустить, но там в окошке никого пока. Ну тогда я буду за вами, а пока быстренько в больничку к мужу сбегаю, а то он с ума сошел, когда про штраф узнал. Ой, бог помощь, бог помощь. День добрый. Здравствуйте. А вы все по старинке, да, очереди стоите в кассу, чтобы штрафы оплатить. Я вот, между прочим, скачал себе приложение, привязал кредитную карту. Как только штраф приходит, у меня сразу со счета деньги исписывается прям плин-плин-плин-плин. Если вы такой умный, так что же вы пришли в банк оплачивать-то? А я не штраф пришел оплачивать, я за кредитом пришел. За два дня минус 50 тысяч на плинкало. Кто крайний в кассу? Дедулечка, если вам коммуналочку оплатить, то можете без очереди идти, в принципе. Да нет, мне не коммуналку. Мне штраф за превышение оплатить надо. У меня таврия до 220 разогналась. Господи, это ж как эту адскую колесницу до 220. Сам не знаю, меня просто один придурок на тросе тянул. Забыл, наверное. Ладно, этого дурака фоткали, я при чем тут? За мной будете, дедушка. Офиг тебе, придурка кусок, я за тобой уже был на тросе. Может, я просто денег дам и все? И денег дашь. Мне еще салон чистить. А вам, кстати, привет. Мне? От Архангела Михаила. А где вы с ним, так сказать, пересекались? Когда стрелка за 200 перевалила, он ко мне на пассажирское подсел и говорит, не боись, Петрович, сегодня не твой день. Мы просто еще раз решили убедиться, что мы правильно делаем, что всех инженеров Таврии в ад отправляем. Ой, правильно, так ему и передайте. Да как я ему передам теперь? Да я вас обратно тащить буду там. Иди ты. Где? это все оплачивать, а? Ого! Это у вас, наверное, тоже суперкар. Дайте угадаю. Мазерати Кватропорте? Не. Порше Панамера GTS Турбо? Нет. Ламборгини Диабло? Богдан Диабло. Маршрутка. Нам же теперь стоячих брать нельзя. Приходится ездить три раза быстрее. Ну, я им гадам отомщу. Я им все штрафы по копейке мелочью оплачу пришел. Вот на. Здравия желаю, кто крайний. Тебя, что ли, тоже штрафанули? Дожились? А я думал, у вас индульгенция, как у нас в налоговой. А не, тут у меня такая ситуация прикрутилась. Ну, у меня же был свой бизнес маленький, ну, вы знаете, вот. А тут эти камеры на дорогах поставили, и все, весь бизнес поперилом вниз, так сказать, покатился, правильно? Думаю, ну, что делать, что делать, что делать? Прямо три раза подумал. Думаю, возьму пистолет, ты шмалю в эту камеру, Она же была четвертый раз подумать, и сзади в нее стрелять. Я прям перед ней стал такой, мимо осечка, мимо осечка, мимо осечка, попал, попал, ой, так попал, ой, 30 фотографий мне моих показали, где я вот так с пистолетом стою, ой, вот пришел оплатить штраф за порчу государственного имущества, ой, вот так вот оно надо делать, вот оно что, как вы, вот так вот, вот оно что, Вы чего делаете? Да, если честно, я до сих пор думаю, что вот вся эта история с камерами, это сон, сон какой-то, просыпайся, просыпайся, подождите вы, не думал, конечно, что когда-нибудь вам такое скажу, но при вас было лучше. Спасибо. Вот у Янки, у моей, ни одного штрафа не было. Да, что и говорить, святые люди, молитву прочитаешь и отпустят тебя. Ну да, тебя останавливают, ты вот так вот сиси показала и отпускают. Да, да, помню вас, помню. Да что там говорить, просто мимо вас 250 пролетаешь, вы пока колымагу свою заведете, ты все уже дома. Вам-то на Мерсе, Теслах хорошо, оборядали и отпустили, а нас на Тавриях и Жигулях эти казны никогда не пропускали, всегда по полной штрафуют. велосипеды вы вообще за транспорт не считали. Спасибо вам. Так, это что тут происходит? Маску быстро надели! Вы что, не слышали? Карантин! Социальная дистанция должна быть полтора метра! А если вот это все не будете слушать, то штраф 17 тысяч гривен! Вы как это вообще докажете, а? Так везде с камеры! А? 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 Правда! И вообще, можете расходиться, потому что у нас тут будет дезинфекция. Лида, наливай по 50 грамм санитайсера! а то бацильные пришли! О, блин! Да что ж, ты на куда? Товарищ я все понимаю, недобор. Ну, у меня же тут не психбольница, кого вы мне присылаете? Есть подождать до выборов. А вы сегодня будете на больничном? Ну, выздоравливайте. Заходите! здравься! Да, щенячий патруль в полном составе. Многое лето, многое лето. Да шо ты забываешь? Привет, начальник, че вызывал, а? Во-первых, не начальник, а товарищ майор. Во-вторых, вам лично я запрещаю употреблять слово вызывали. А в-третьих, что это за внешний вид? Дольче Габбана. Ну, нам сказали, что форму выдадут нам только на следующей неделе, а пока сказали свою максимально приблизить к полицейской. Да, приблизили, так приблизили. Это что такое? Магнитола. Чья? Давай 500 твоя будет. Я спрашиваю, чья магнитола? Это из нашего патрульного автомобиля. Сами понимаете, ситуация в городе сложная, стрёмно его так оставлять. Кадила вам зачем? Это исключительно для самообороны. Для какой самообороны? Ну, как же. Для этого у полицейских есть оружие. Оружие нам не дали, сказали палевно. А у меня оружие осталось с прошлой работы. Значит так, кляп наручники, дубинка кое-какая. Какая? На батарейках. Значит у меня там еще есть что? Аклофелин. Что? Ой, нет, это спаза прошлой работы. А, значит аклородий для Семены от давления. Вот, кстати, по Семеновне. Семеновна, мне докладывают, что вы не отвечаете на запросы по рации. То есть вы согласны. А, да не начальник, все надо по-другому. Семеновна, включи аппарат. Служу Советскому Союзу. Ну, теперь понятно, почему она в рацию не отвечает. А, ну, если понятно, я отключаюсь. Семеновна, включите, я не закончил. А я батарейки экономлю. Семеновна, включите и послушайте. Ну, снимайте вы этих ваших котов с деревьев, бог с вами. Ну, зачем вы потом их всех тащите в отделении? У меня уже как в цирке воняет от ваших котов. Я этих скотов? Да я про котов, не экономьте вы ваши батарейки. Так, так, котиков же нельзя в квартиру. Почему? Соседи вызывают полицию, мы приезжаем и замкнутый круг получается. Так, Семеновна, завтра же, чтоб твоих котов в отделении не было. Фу! Семеновна, сегодня же убери котов! А может, это и не коты вовсе делают? Теперь по вам. отставить сосать леденец на работе. Не, подождите-ка, шо значит отставить? Вы же сами говорили, шо леденцы нам положили по инструкции. Леденец на нашем сленге это жезл для остановки транспортных средств. А знаете, шо на нашем сленге обозначает жезл? А ее леденец лучше работает. Она его, когда из рота вынимает, шесть полос останавливаются посмотреть. Вот это, вот это что за самодеятельность? Это средство для остановки любых транспортных средств. Человек останавливается, водитель сразу выходит из машины, становится на колени, целует крест. До такого уважения к полиции отродясь в этой стране не было. А поборы как увеличились? Пожертвования? Какие пожертвования? Абсолютно легальные, вот. Все записано кто, кому, чего. Товарищ начальник, мы тут в стране такие порядки наведем. Ты страну не узнаешь. Не надо меня пугать. Вы понимаете, с тех пор, как вы заступили на патрулирование, раскрываемость упала в два раза. Ой, только не надо наваривать. Вот этих руках ничего еще никогда не падало. Да, батюшка? Начальник, просто в органах сейчас наши работают, а своих сажать за подло. У вас телефон. Алло, какая нахрен Агент Кирилловна? Это меня. Я сказала, что на этом номере буду. Это вообще-то мой номер. Да иди ты. Алло, Семеновна у телефона. Так, так, конец связи. Агент Кирилловна докладывает, в подъезд зашли один наркоман, две проститутки, я прошу прощения, и овчарка безнаморника из 17-й квартиры. Овчарка заминировала подъезд. Выезжаем на задержание. Поехали. Да какое задержание? У нас есть четкий план. А почем наш четкий план? План по раскрываемости правонарушений, а вы его срываете. Вы должны препятствовать правонарушениям, а не создавать их. У меня вот целая стопка жалоб на... Семеновна, вылетишь со своими котиками! Котики протоколы изучали. Может, чего вынюхают? Вы вчера преследовали автомобиль. Где видеозадержание? Удалил от греха подальше. От какого греха? От ютубного. Какой автомобиль вы преследовали? Mercedes Maybach Limited Edition 63 Turbo Compressor. Кто был за рулем? Мой бывший шеф. А пассажиром? Ваш нынешний. А с кем он был? С моими бывшими коллегами. Теперь понятно, на каком больничном товарищ генерал. Кошмар. Мачальник, можно присесть? Ноги затекли. Садитесь. Спасибо. Вы с ума сошли? Встаньте. Спуститесь. Встаньте, то спуститесь. На ноги. На ноги опять. На пол. Так. Где вы должны быть сегодня? Вы сегодня должны быть на Шевченко 8. Че, а шо там? Там бордель, который работает под прикрытием массажного кабинета? Не-не, сегодня нереально в него было попасть, я звонил. Только на завтра смог записаться на 17.00. Какое записаться? Вы должны были приехать и закрыть этот бордель. Мы закрыть бордель? Они что-то оборзели, пусть старожей нанимают. Че, должна полиция приезжать закрывать этот бордель? Завтра мы стриптиз там танцевать будем, ага? Нет, подождите-ка, я на свою бывшую работу не вернусь. Я могу вместо нее работать. Внедрите меня тайным агентом. На Сталинграда 36, что произошло? Да шо, короче, нам позвонили, сказали, шо, из ну мы и выехали на воздержание. Задержание. Вы там были? Нам лучше знать, на шо мы выезжали. Короче, мы с Семенной заходим. Понятное дело, выбрали меня, а Семену поставили на стрёме. Что значит выбрали? На вас была полицейская форма? Да я симпень была. Мне что за нее еще доплатили. А вы Семеновна как там оказались? Вы же на стрёме стояли. Ну так она орала так, что я подумала, что это нападение на полицейского. Вызвала подмогу, а сама в бой. Захожу в сауну, там не видно ничего, туман, я дубинку схватила и давай, давай, давай шарашить. Какую дубинку? Это я потом поняла какую. когда хозяин дубинки сказал спасибо и закурил. Вы вдвоем как так оказались? Как же по-другому-то Семеновна подмогу вызвала, мы подъехали к этому борделю, первым вошел раб божий череп. Что там было? Начальник, то что там было не для протокола. Но было весело и необычно. Вы понимаете, если начальство узнает, вас вытурят из органов. Ой, знаете что, я за эти органы не держуся. Ну в смысле я держу... Ну короче, вы поняли. Если бы вы знали, кто там парился, вы бы так вот не говорили бы. И кто? Водитель и пассажир автомобиля Мерседес Майбек Лимитед Эдишн. Господи, ну почему все идиоты в одном отделении? Не надо на меня смотреть. Кто допрашивал Иванова? Я. Мне докладывали, что вы показания из него выбивали силой. Бесовская клевета. Да. И когда вы с ним встречаетесь в следующий раз? Через девять и через сорок дней. Кто допрашивал Акопяна? Да я себе никто. Почему так долго? Так а шо он же допрос продлил? Ладно, главное, что он раскололся. А расколол то его я. По принципу плохой хороший полицейский. Это как? была плохой, а вы хороший? Нет, хороших вообще не было. Сначала череп ему настучал по черепу, а потом я говорю, слышь, фраер, если ты сейчас вся волос свое не раскроешь еще и кадилом по кумполу получше. и что, после этого он сдал всех подельников? Нет, это уже котики мои постарались. Они ему в уши нас. Так, Семеновна, Семеновна, включи на максимум. Я тебя уволю с своими котами! Ну вот я случилась. Далеко дорога... Да рано еще забывать, завыватель! Семену нужно нежненько! Ой, вспомнила! Слышь, начальник, а перед тем, как в человека стрельнуть, надо обязательно передупередительный воздух сделать. Ну, по инструкции да, но ситуация бывает разная. У меня как раз ситуация разная. Семеновна, ты че, ты куда? Собес, они мне пенсию неправильно насчитали. Семеновна, стой! Стой! Семеновна, остановись! В этом мещадии ада лишнее кадило не помешает. Пойдем!